Украинским жителям, ко всем гражданам так называемой незалежной Украины. Тарасенков Михаил Владимирович родился 5 сентября 1971 года в городе Споземенск, Калужская область, Российская Федерация. В городе Луганске проживаю с 1974 года. В июне 2014 года я попал в состав батальона «Дом», которым командовал т.т. «Орлов» на РЛС. Обращаюсь к вам, ко всем, и говорю от лица своих боевых друзей, что здесь вы найдете только одно – свою смерть. Как бы ни страшно, это сейчас не прозвучало, потому что еще полгода назад мы с вами были жителями одного государства. Обстоятельства моего задержания в настоящее время таковы, что, наезжая из Москвы в воскресенье, когда обстоятельства обстрела стали проясняться и выясняться после предъявления мною документов батальона «Лешего», казаки из 2-го казачьего батальона очень изумились и сказали, что с российской территории был отдан приказ стрелять на поражение. К нам подъехала группа сотрудников НГД и ЛНР, и они стали забирать нас у казаков. В 11 часов вечера за нами приехали люди из НГБ ЛНР, «Забрали нас, посадили водителя в свою машину, отдали, сдали, то есть опустили на подвал, короче говоря, где мы и провели двое суток. 30-го числа нас никто не трогал, никуда не вызывали, а утром 1-го мая с мешками на головах и с жестко надетыми наручниками нас вывезли на нашей же «Газели» на русскую территорию, сдали русским пограничникам, после чего нас в течение еще почти целого дня с мешками на головах, с наручниками на руках возили, под вечер нас привезли на то место, где мы переходили границу, сняли мешки, мы под камеру дали показания, где все это происходило, обстоятельства перехода, после чего с мешками на головах нас привезли на пограничную заставу, и там в течение всей ночи с нами работали пограничники и сотрудники Федеральной службы безопасности. Утром следующего дня, то есть воскресенье, мне сказали о том, что поскольку все остальные являются жителями Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, я являюсь гражданином Украины, было принято решение о передаче меня украинской стороне, что в общем-то и было сделано, я был доставлен на пункт КПП Чертково-Миловой, где и был передан украинской стороне. Все. У меня все. Спасибо вам, если кто-то меня услышит. А тот, кто меня не услышит, ну что ж, это его выбор. Это его выбор. Счастливо оставаться. Чтобы было записано обращение к украинскому народу. Да. Какой сейчас может пометали ему дать? Ну, он был дать, скажем так, всему этому опровержению. Но если есть возможность мне дать время подумать, то я бы еще не стал бы сегодня это делать. Ну, думаю, время еще подумать будет. Спасибо. 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 Спасибо.